МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 6 февраля школы и учреждения доп. образования Наринмары и поселка Искателей приостановят обучение на неделю. Соответствующее распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненинского округа подписано руководителем ведомства сегодня. Занятия в школах и в прочих учреждениях образования отменяются для всех школьников с 1 по 11 классы. Также будут приостановлены работы всех кружков и секций. Учебно-воспитательный процесс в очной форме во всех классах, группах, организаций будет приостановлен с 6 по 12 февраля включительно. При этом основные общеобразовательные программы общего образования будут реализовываться для школьников заочно. Педагоги будут высылать задания на дом. На период карантина руководителям образовательных учреждений рекомендовано также взять на контроль вопрос проведения дезинфекционных мероприятий в школах города. Ограничительный режим в образовательных учреждениях вводится в связи с ростом заболеваемости в Ненинском округе, в первую очередь среди детского населения, а также в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача по Ненинскому округу. Распоряжением правительства в России образован Организационный комитет по проведению года добровольца. Подписанным распоряжением утвержден состав Оргкомитета. Распоряжение подготовлено Минэкономразвития России во исполнении указа президента Владимира Путина о проведении в Российской Федерации года добровольца-волонтера. В состав Оргкомитета включены представители администрации президента России, федеральных органов исполнительной власти, общественные платы России, агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, добровольческих, волонтерских и образовательных организаций. Организационному комитету необходимо разработать и утвердить план основных мероприятий. Старт году добровольца дан в Ненинском округе. В честь этого события на городской площади Маратсей прошел митинг-концерт с участием жителей и гостей окружной столицы. Главными виновниками праздника стали люди с большим сердцем – волонтеры. Среди тех, кто принимает активное участие в волонтерской деятельности – окружные скауты. Ребята сотрудничают с региональным отделением Красного Креста. Во время гуляния они совместно организовали сбор вещей и одежды для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы раздаем гуманитарную помощь. Также мы летом организовывали активные игры в лесу. Еще мы помогаем особенным детям, то есть мы проводим с ними какие-то игры. Сейчас мы раздаем листовки о деятельности Красного Креста. Мы помогаем тем детям, которые остались без какого-то родителя. И с ними интересно, с этими детьми. Они фантазеры, играют так хорошо. И хотим, чтобы эти дети смогли развиваться в жизни. Помогаем им. Несут добро людям и учащиеся школы поселка Искателей – участники волонтерского движения «Рука помощи». У нас несколько направлений. Мы практически во всем направлениям занимаемся. Мы помогаем Пустосерскому дому престарелых. Проводим все различные акции. Принимаем очень активное участие в окружных акциях, во всероссийских. У нас традиционно в школе проходит перед новогодними праздниками белосердие, помоги четвероногому другу, приют для животных. Ребята, вся школа, учителя, все помогаем. Мы готовим гостиницы новогодние. Ну, если просят нас о помощи, мы никому не отказываемся. По информации Департамента образования, культуры и спорта Неницкого округа, сегодня в регионе зарегистрировано 19 волонтерских организаций. Это порядка 500 добровольцев. 2018 год, объявленный в России годом добровольчества, должен стать годом развития. Для этого социально значимого движения. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Вопросы, направленные на повышение безопасности в местах массового пребывания людей, в период подготовки и проведения выборов президента России в регионе, обсудили на координационном совещании, который провел глава региона Александр Цибульский. Как было отмечено в ходе совещания, в период подготовки и в день проведения выборов, все службы будут работать в режиме повышенной готовности. Глава региона обратил особое внимание на необходимость во взаимодействии с органами власти субъекта, принять дополнительные меры по обеспечению спокойной и стабильной ситуации в регионе на данный период, а также своевременно решать вопросы, связанные с бесперебойной работой системы обеспечения на избирательных участках. Кроме того, Александр Цибульский подчеркнул, что главная задача сил правопорядка на ближайшие несколько месяцев обеспечить порядок в регионе, в том числе не допустить нарушений избирательного законодательства. В настоящее время правоохранительными органами уже организованы и проводятся оперативно-профилактические мероприятия, проверки паспортного режима, в том числе участковыми, уполномоченными полицией в населенных пунктах округа. Представители МЧС отрабатывают вопросы по обеспечению пожарной безопасности в потенциальных местах скопления людей на избирательных участках. Профилактические мероприятия запланированы и с целью недопущения нарушений избирательного законодательства. В день голосования будет организовано оперативное рассмотрение поступающих заявлений и обращений о нарушениях. Департамент природных ресурсов, экологии и АПК Ненинского округа заключил первое в 2018 году соглашение с Министерством сельского хозяйства России. Документом предусмотрено предоставление региону в текущем году субсидий из федерального бюджета на повышение продуктивности в молочном скотоводстве на общую сумму 1 млн 200 тыс. рублей. Как пояснили в профильном департаменте, всего на поддержку молочной отрасли региона в 2018 году планируется направить 212 млн. рублей. Большая часть средств будет выделена из окружного бюджета. Все деньги будут направлены на поддержку производства молочной продукции в регионе. Право на получение данной господдержки имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии с федеральным законом о развитии сельского хозяйства, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющее деятельность на территории Ненинского округа. При этом личное подсобное хозяйство, занимающееся молочным животноводством, получает также господдержку, но только из окружного бюджета, без федерального софинансирования. На эти цели в 2018 году в бюджете Ненинского округа предусмотрено еще 1 млн. 300 тыс. рублей. Второе соглашение между профильным департаментом и Менсельхозом на субсидирование аграриев будет заключено на следующей неделе. Речь идет о поддержке оленеводства. В соответствии с проектом и документом планируется, что региону будет предоставлена еще одна субсидия на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК в размере 35,5 млн. рублей. В рамках данного соглашения с субсидией тундровикам предоставляется по двум основным направлениям на поддержку северного оленеводства и на развитие племенного животноводства. Округ на условиях софинансирования добавит на поддержку традиционной отрасли еще 21 млн. 700 тыс. рублей. Услуги по организации вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов Наринмара продолжат субсидировать. Соответствующий документ подписал глава города Олег Белак. Компенсацию могут получить юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на сбор, транспортирование, обработку и тюлизацию отходов с первой по четвертой классы опасности. Цель субсидии – сдержать рост платежей за жилищно-коммунальные услуги. На 1 января в Наринмаре числится 74 дома без центральной канализации. Жильцы оплачивают услуги по сбору и вывозу сточных вод непропорционально объема потребленной воды, а пропорционально площади занимаемого жилья, поскольку выгребные ямы и септики на вообще домовых земельных участках считаются общим имуществом. Бытовые стоки из резервуаров вывозятся на очистные сооружения специальным автотранспортом, поэтому стоимость услуги выходит дороже, чем транспортировка по центральным сетям водоотведения. Субсидирование позволяет компенсировать часть затрат управляющим организациям при оказании жилищных услуг и установить обоснованный фиксированный тариф для населения. В бюджете Наринмара на 2018 год на уплату субсидий предусмотрено более 11 миллионов рублей. Время задекларировать свои доходы. Сегодня стартовала декларационная кампания для физических лиц и предпринимателей. Праздник в сауне закончился реанимацией. В результате недетского отдыха группы подростков одна из девушек получила серьезные травмы. Сегодня стартовала декларационная кампания для физических лиц и предпринимателей. Налогоплательщикам необходимо продекларировать свои доходы за 2017 год. Подать декларацию необходимо до 3 мая, а оплатить расчетную сумму до 16 июля. Также до 3 мая обязаны подать декларации лица, получившие доход от продажи ценных бумаг и предприниматели, получившие доход от продажи имущества. К доходам физических лиц относятся заработная плата, стоимость подарков, призов в денежной и натуральной форме, доходов от предоставления в аренду и продажи имущества, от имущества, полученного в дар от человека, не являющегося для вас ближайшим родственником, от выигрышей в лотереях и азартных играх. Всего в округе на 1 января этого года числится 1054 жителя, обязанных предоставить декларацию по форме 3 НДФЛ. Из них за продажу автомобилей 687 человек, за продажу имущества 348. Данная обязанность у людей возникает, если они владели данным имущества менее трех лет. Также при заполнении налоговой декларации можно воспользоваться имущественным вычетом. От продажи недвижимости он составляет и предусмотрен налогом законодательстве, это 1 миллион рублей, от продажи иного имущества, то есть автомобиля и все остальное, это 250 тысяч рублей. Все это необходимо заполнить в налоговой декларации и указать данные суммы сделок и приложить документы. За неуплату налога может быть наложен штраф в размере 1 тысячи рублей. Оплатить налоги можно лично на сайте госуслуг или через сервис налоговой службы, который находится в свободном доступе на сайте ФНС. Реквизиты для уплаты налога можно уточнить в налоговой инспекции, на сайте ФНС России, а также сформировать платежный документ через сервис уплата налогов физических лиц. Кроме этого, в конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о списании налогов с физических лиц и индивидуальных предпринимателей, накопленных на 1 января 2015 года. Вся задолженность, которая у нас образовалась у физических лиц на 1 января 2015 года, подлежит списанию. В нашем регионе таких физических лиц в районе 11 тысяч должников, в том числе будут включаться и индивидуальные предприниматели. Задолженность будет списана также и по страховым взносам по состоянию на 1 января 2017 года. Тем, кто попал под налоговую амнистию, не нужно обращаться в налоговый орган для списания задолженности. Методика по их списанию будет разработана в течение года специалистами налоговой службы. Владельцев одной из саун города наказали за распитие алкоголя подростками. Как сообщается на официальном сайте мэрии Наринмара, пятеро несовершеннолетних в возрасте до 16 лет отмечали день рождения в одной из городских саун. Праздник сопровождался распитием алкоголя и походом в парную. В результате чего одной из гостей стало плохо. Девушка упала на кафельный пол. С разбитым лбом ее доставили в отделение реанимации. В крови медики обнаружили этиловый спирт в концентрации 1,39 промилле. Хочется отметить, что из пяти несовершеннолетних, которые находились в сауне, двое уже стоят на учете, на профилактическом учете в отделе по делам совершеннолетних, а по трем другим решается вопрос о постановке их на учет. Но по данным полицейских, вся эта компания несовершеннолетних ранее не была замечена в употреблении спиртных напитков. Как сообщает пресс-служба мэрии Наринмара, родители всех пятерых подростков привлечены к административной ответственности со штрафом в полторы тысячи рублей. Кроме того, комиссия вынесла в адрес владельцев сауны пять представлений об устранении условий для подобного отдыха подростков. Операция «Снегоход» прошла в Ненинском округе. Профилактическое мероприятие провели сотрудники ГИБДД, Гостехнадзора и представители Общественного совета при управлении МВД России по Ненинскому округу. Цель рейда – предупреждение правонарушений и обеспечение безопасности при эксплуатации внедорожных средств. Как показала проверка, водители снегоходов к встрече с надзорными органами готовы не были. Сегодня сколько уже остановили водители снегоходов? Ну, два снегохода остановлены. Как у них? Не важно, скажем так. Это пока двое. К концу дня водителей, управляющими мототехникой, без соответствующих документов будет выявлено уже 20. Инженер-инспектор Ростехнадзора Ярослав Кузьмич рассказывает о первых результатах операции «Снегоход». Несколько раз в год ее устраивает там, где происходят наиболее массовые покатушки. Одно из таких мест – район автозаправочной станции. Один, значит, госзнак снял с кофром, который закреплен на кофре, и управлял снегоходом без доверенности. То есть снегоход зарегистрирован на одно лицо, а управлял – другой, не собственник. И что делать с таким водителем? Ну, там по нашей линии до 300 рублей штраф. Предупреждение на первый раз. Всего в ходе рейда было проверено 41 внедорожное транспортное средство. Выявлено более 20 административных правонарушений. Из них 7 водителей не имели при себе необходимые документы. Еще у семерых отсутствовали права управления транспортным средством. У двоих была незарегистрирована самоходная техника в установленном порядке. И иные правонарушения. Всех нарушителей ждут внушительные штрафы. То, что не имел при себе документы – 500 рублей штраф. То, что не имеет права на управление, то есть водительское удостоверение не получал, там от 5 до 15 тысяч штраф предусмотрен. И то, что не зарегистрировано в установленном порядке – от 500 до 800 рублей. По словам инспектора по безопасности Светланы Фроловой, большинство водителей не осознают всю ответственность при управлении данным видом транспорта. Это показывает и статистика. В Ненецком округе за 2017 год и начало 2018-го зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием снегоходной техники. Из них в состоянии алкогольного опьянения совершено 4 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 7 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Снегоход, как и автомобиль – это тоже техника. Конечно, необходимо получать и права, и проходить вовремя техосмотр. Ну и, конечно же, очень много людей, я так думаю, считают, что можно легко в состоянии алкогольного опьянения сесть на Буран, но техника довольно-таки коварная. Хотя выглядит она так просто. Сел и поехал. Как и прочую мототехнику, снегоходы необходимо регистрировать в органах гостехнадзора. Процедура постановки на учет проста. При регистрации необходимо предоставить паспорт самоходной машины и документы о приобретении. После этого владелец техники получает свидетельство о регистрации, талон на прохождение техосмотра и один номерной знак. Затем техосмотр следует проходить ежегодно. Также сотрудники полиции напоминают, что для управления снегоходной техникой необходимо пройти обучение на категорию А1 – удостоверение тракториста-машиниста. Любовь Пермякова, Олег Атанзейский, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Грузоподъемность ледовой переправы в районе села Устюса повысили. С сегодняшнего дня, по информации Усинского ДРСУ, ледовая переправа на реке Печора в районе села Устюса открыта для движения транспортных средств с массой не более 10 тонн. Как пояснили в подрядной организации, движение для более тяжелых автомобилей будет открыто чуть позже, как только лед на данном участке зимней дороги наберет достаточную толщину. Данные ледовой переправы ежегодно пользуются жители Ненецкого округа из северных районов Республики Коми для поездок на Большую Землю. В этом году в привычные сроки переправа не была открыта из-за теплой погоды. По информации работников ДРСУ, глубина реки в районе ледовой переправы достигает 9 метров, поэтому передвижение по льду автомобилей с массой, превышающей разрешенную, крайне опасно. Сейчас температура воздуха в районе села Устюса составляет в среднем 15 градусов мороза. Такая погода позволяет продолжать работы по наморозке трассы. Однако для скорейшего открытия переправы для тяжеловесных грузовиков нужны сильные морозы. И на этом у меня все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...